Этой осенью во время конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан уничтожил большое количество военной техники Армении. Это сокрушительное поражение, несомненно, преподало Еревану жесткий урок о том, что современная военная техника быстро развивается. Вполне вероятно, что это окажет значительное влияние на закупку странной оружия в будущем, пишет Forbes. Старший научный сотрудник Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане и бывший посредник США в Нагорно-Карабахском конфликте Метео Брайза считает, что последнее столкновение показало, что российские системы вооружения, будь то зенитно-ракетные комплексы С-300 или танки Т-72, даже с той реактивной броней относятся совсем к другой эпохе, если у вас есть сочетание из современных израильских и турецких беспилотников. Если вы хотите купить нужное на современном поле боевооружение и при этом в Армении, вы можете в конечном итоге задуматься о приобретении этого типа вооружения, говорит Брайза. Однако еще непонятно, где Армения закупит беспилотники или системы ПВО, необходимые ей для отражения атак, подобных азербайджанским. Израиль, основной поставщик вооружений в Азербайджан и импортер азербайджанской нефти, вряд ли продаст Еревану современное вооружение или беспилотники. Нет никаких сомнений, что Турция тоже не станет этого делать, ведь сейчас она поддерживает Азербайджан и является основным противником Армении. Также Брайза сомневается, что США продадут Армении современное вооружение. С его точки зрения, единственный приемлемый вариант для Армении – это Россия, ее традиционный поставщик. Однако может оказаться, что и Москва не захочет продать Еревану более современное вооружение, чем у него есть сейчас. В любом случае, у Армении нет денег на его покупку, говорит Брайза. Кроме того, как отмечает Брайза, Армения и ее народ сейчас в ином расположении духа, чем до конфликта. Тогда у страны было ощущение, что ее армия непобедима, а азербайджанцы не умеют сражаться. Сейчас они пережили такую национальную катастрофу, что все их мышление сосредоточено на глубоком самоанализе и попытках понять, как восстановить свой моральный дух, считает Брайза. У них сейчас достаточно внутренних политических проблем, в том числе вопрос о том, выживет ли политическая карьера премьер-министра Никола Пашиняна или нет. Когда они разберутся со всем этим, пройдя через все стадии скорби, тогда, как мне кажется, они смогут всерьез заняться восстановлением своей армии, заключает эксперт. Даже когда армяне все-таки достигнут этой стадии, им не нужно будет восстанавливать свой военный артенал так, чтобы он соответствовал или превосходил военные или технологические возможности Азербайджана, поскольку Баку вряд ли собирается нападать на территорию Армении. Баку знает, если он когда-либо нападет на территорию Армении, сработают военные гарантии организации договора коллективной безопасности, а это значит, Россия будет обязана вмешаться, объясняет Брайза. Так что Армении не нужно соответствовать военным возможностям Азербайджана, ей нужно понять, какой будет ее национальная стратегия в будущем и как ей жить внутри ее международно признанных границ, так, чтобы армянский народ чувствовал себя в безопасности. А для этого, как мне кажется, потребуется совсем иной набор военных возможностей, заключает эксперт.